Крымская наступательная операция в окрестностях Евпатории 1944 года развернулась в Вологодском парке Победы. На глазах у сотни зрителей. Атмосферу боевых действий воссоздали реконструкторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологда и Архангельска. Всего более 50 человек. Одни играют роли солдат 24-й гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии. Другие выступают на стороне вермахта. К наступательной операции готовились долго. Поднимали исторические документы, шили униформу, изучали достоверность. Реконструкция не совсем театр, мягко говоря, потому что здесь важна не просто общая картинка и общий какие-то зелёный фон военный, важны какие-то мелочи, детали. Они требуют большого усилия, большого внимания, большого вложения времени, сил, средств, сотни всяких разных деталей. Начиная от того, какой ниточкой пришиты пуговки, заканчивая штампики на этих пуговках и так далее. Это всё для нас важно, поскольку реконструкция предполагает максимально аутентичный образ как для самого участника реконструкции, так, соответственно, для того, кто её смотрит. Военно-историческое общество также организовало выставку оружия времён Великой Отечественной войны. В Лакжане смогли не только посмотреть образцы вооружения, но и опробовать их в тире. Вот это ротный миномёт, дальше идёт пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт Судаева, дисковый пулемёт ДП-27 и дальше винтовки снайперские простые. Все могут сами подержать в руках, именно почувствовать, вот как это держать оружие. В Лакжанин Сергей Поздеев пришёл на праздник с двумя сыновьями и женой. Детям интересно посмотреть на солдат, на наших, на немцев, увидеть форму не по телевизору, а по-настоящему. Патроны калибра 7,62, 5 штук ставим и производится выстрел. Потом производится экстракция гельзы, то есть гельза отсюда влетает и снова стреляет. Задали тон празднику выступления школьных агитбригад. 23 коллектива со всей области подготовили стихи, песни и театральные номера на тему Великой Отечественной войны. Ребята из школы номер 23 с озвучи выступили с номером «Женщина на войне». Неделя была у школьников для подготовки. Их выступление тронуло зрителей до слёз. Уже давно закончилась война и современные дети, они не все знают о том, что случилось. И поэтому мы выступаем как напоминание, как некая память о том, что произошло. Это долг каждого из нас. В Парке Победы можно было отдохнуть и на интерактивных площадках и сделать интересные снимки в фотозоне. Активисты ОНФ наградили участников и победителей конкурсов гражданского костюма, как в мае 45-го и детских рисунков «Открытка Победы». Традиционный фестиваль в преддверии 9 мая организуют Парки Вологды совместно с военно-историческими клубами при поддержке городских властей.